В эфире «Вести утро» Карачаева, Черкесия. Я вас всех приветствую. А вот будет ли ветер перемен? Сейчас мы узнаем. Нужны 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем плюс 22, плюс 24 градуса. Традиционно в октябре в республике проходит неделя душевного здоровья. О том, какие факторы вызывают стресс и как с ним справиться, в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет врач-терапевт Дарина Даддаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Дарина. Благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. В октябре в республике традиционно проходит неделя душевного комфорта, душевного здоровья. Век стрессов, век таких технологий высоких, век движения. Люди все почти подвержены колоссальному стрессу. Скажите, как доктор, какие основные факторы все-таки вызывают стресс в первую очередь? Факторы, они, конечно, все разнообразные. В первую очередь, это, значит, это идут проблемы на работе. Физические факторы. Физические факторы это такие, как заболевания разные, травмы, хронические заболевания. То есть, если уже идут углубленные факторы, то это уже надо обращаться уже к конкретно узким специалистам. Ну, что можно сделать? Какие вы можете дать советы, чтобы люди защищали себя вот от этого, ну, если сказать по-простому, беспокойства постоянного, тревоги какой-то постоянной? Я имею в виду даже не столько таблетки, препараты. Как защититься? Опять же, каждый человек, он индивидуален. Вот. Для каждого есть разнообразные, значит, задачи, как справиться конкретно со стрессом. Это может быть у кого-то медитация, у кого-то книжка, допустим, медитация, ну, чтением книг, музыкой. Также, возможно, общение с коллегами, социальные сети. Вот. Потому что каждый человек, он индивидуален, и к каждому идет свой подход. Но, конечно, если уже, опять-таки, говорить о заболеваниях, то уже, если уже неизлечимо, когда вот человек не может справиться со стрессом. Самостоятельно. Да, самостоятельно. Уже надо обращаться, конечно, к специалистам. Я не скажу, что надо, вот. Но надо находить, конечно, время на отдых, на... Обязательно. Потому что, если вы постоянно находитесь в работе, вот эта рутина, день сурка, конечно, человек, он не может справиться. Он, здоровый человек, может уже заболеть. И на фоне стресса уже могут обостриться его уже другие заболевания. У меня больше темы идет все к хроническим заболеваниям. Спасибо вам за интервью. Надеюсь, что все-таки когда-нибудь стрессов в нашей жизни станет меньше. Спасибо. Этот эфир завершен, а через несколько минут выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А 14.30 вместе с Аллой Динаевой смотрите Вести. Удачного продолжения дня и до встречи.